Недовольны, но платите. Для регионального оператора утвердили новый тариф за вывоз мусора. Наша платежка, конечно, тоже станет дороже. Удачный стартап. Идея Ивановской компании помогает зарабатывать и пробиться в элиту федерального фонда. Резидент Сколково – это налоговые льготы и гранты на развитие. Не путайте адрес, иначе вылетите из очереди. Памятка родителям, как отправить заявление на летний отдых ребенка. Придумал, подготовился, нашел сообщников, сел в тюрьму. ФСБ предотвратило теракт в Ивановском военкомате. Денег больше, а получателей меньше. Дорогой квадратный метр ограничит число участников муниципальных программ на приобретение жилья. Прокуратура и гражданские процессы. Какие дела обязательны для участия надзорного органа роль в судебных заседаниях и степень влияния на итоговый вердикт? Разбираемся в рубрике «Сила закона». Областной департамент энергетики и тарифов установил для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами новый единый тариф по вывозу мусора. Жители новые траты прочувствуют с 1 июля. Стоимость услуги повышается на 8,8% и составит 674 рубля 24 копейки за 1 кубометр отходов. Каждый из нас будет платить в 5 раз меньше или 121 рубль 36 копеек в месяц. Сейчас наши траты за чистые контейнеры – это 111 рублей 55 копеек с человека. Такие расходы мы несем весь этот год, начиная еще с декабря 22-го. Между тем, напомним, что прокуратура провела проверку в данной отрасли, ответив на многочисленные жалобы граждан на безобразную работу оператора с начала зимы этого года. Только за один день, 22 декабря, надзорный орган получил 8 десятков обращений от жителей о нарушениях графиков вывоза мусора. Прокуратура внесла представление в адрес оператора и возбудила дело об административном право нарушения. Сами организаторы процессора объясняют коллапс – проблемы отсутствия проезда к множеству контейнерных площадок на территории города Иваново. Возникшие трудности связаны с прошедшими сильными снегопадами. Как только обеспечивается проезд для спецтехники, накопленные твердые коммунальные отходы вывозятся, заявляет оператор. Прием заявления на постановку очередь для предоставления путевок детям в Здоровительной организации Ивановской области начнется в первый рабочий день, 9 января 2024 года, с 9 часов утра. Способов подачи заявлений предостаточно через портал госуслуг лично в территориальном органе социальной защиты населения почтовым отправлением. Главное, чтобы все заявления подавались по месту жительства ребенка, потому что от этого как раз зависит выбор адреса территориального органа соцзащиты, когда оформление идет через госуслуги. Заявления, поступившие до 9 часов утра 9 января 2024 года, а также поданные не по месту жительства ребенка, будут отклонены. Интернет остается самым популярным местом для знакомств с противоположным полом, по мнению жителей областного центра. 16% ивановцев предпочитают знакомиться в соцсетях или в приложениях. На втором месте – работа, за нее проголосовало 9%. Знакомства на улице поддержали 7% опрошенных, на отдыхе – 5%, в компании друзей – 3%. Реже всего в наше время знакомятся в библиотеках, в вузах, парках и клубах. Кстати, дистанционные знакомства чаще предпочитают мужчины, в то время как женщины говорят о преимуществах знакомств, на работе и в компании друзей. В Иванове установлена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Постановление о новом показателе на первый квартал 2024 года подписано главой города. Три месяца городским властям придется работать с цифрой почти в 103 тысячи рублей за квадрат. Норматив очень важен для чиновников, потому что напрямую влияет на бюджетные расходы, так как, например, используется для расчета размера социальных выплат на приобретение жилья или строительства индивидуального жилого дома, а также субсидий на оплату первоначального взноса. Кроме этого, это отличная калька динамика роста цен на жилье в нашем регионе. Все больше мнений, что взрывной рост произошел не столько из-за роста строительных материалов и аппетитов застройщиков, а последствий работы программы по льготной ипотеке. Именно поэтому Центральный банк выступает за отмену льгот в этом виде кредитования и расчета индивидуальных ставок для каждого конкретного субъекта страны. Только за последний год рыночная стоимость жилья выросла на 16%. Субтитры создавал DimaTorzok Сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Ивановской области пресечена противоправная деятельность гражданина страны, планировавшего совершение террористического акта на территории региона. Было установлено, что житель Ивановской области 1993 года рождения в целях дестабилизации деятельности Ивановского военкомата намеревался осуществить его поджог. Он вступил в сговор с другими соучастниками, а также определил место совершения преступления. Однако был своевременно задержан оперативными сотрудниками ФСБ. Следственным подразделением управления было возбуждено и расследовалось уголовное дело по признакам преступления. Вторым западным окружным военным судом обвиняемый признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. С учетом тяжести совершенного преступления преступник проведет два года в тюрьме, оставшуюся часть наказания четыре года в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Хотела бы пояснить нашим гражданам, что судопроизводство делится на уголовное и в глобальном смысле гражданское. То есть все дела, которые не являются уголовными, они все в бытовом смысле можно отнести к гражданским делам. С профессиональной точки зрения они, конечно, делятся именно на гражданские, на арбитражные, на административные. Но для человека, не имеющего прямого отношения к респруденции, это все гражданские споры. То есть это трудовые, жилищные, возмещение различных вредов, семейные споры, восстановление различных юридических фактов. Перечень достаточно большой. Но есть определенный перечень споров, по которых законом предусмотрено обязательное участие прокурора. То есть прокурор, как самостоятельный участник, вступает в дело. Он не выступает ни на чьей стороне, ни на стороне исца, ни на стороне ответчика. Он самостоятельная процессуальная фигура, которая участвует в деле, наравне с судом оценивает позиции сторон, доказательства, и по результатам рассмотрения высказывает свое заключение, то есть мнение относительно того, кто прав, кто не прав. Тем самым способствует суду в принятии правильного решения по делу. Таких дел, дел таких категорий много. Они предусмотрены различными видами кодексов. И, как правило, это связано с конституционными правами. Это, например, дела о восстановлении на работе, дела о выселении, дела о лишении родительских прав, ограничении в родительских правах, восстановлении в родительских правах, об усыновлении, удочерении, об установлении административного надзора, о признании недееспособным, ограниченно дееспособным, о принудительном помещении в лечебное учреждение психиатрического типа и туберкулезную организацию и некоторые другие. И если по каким-то причинам прокурор к участию в деле, в котором он должен был участвовать, не привлечен, то это обстоятельство может являться самостоятельным основанием для отмены судебного постановления, каким бы оно ни было. В производстве суда появляется дело. Например, бывшие супруги между собой спорят относительно того, надо лишать ответчика родительских прав или нет. То есть, как правило, мама обращается к бывшему супругу, папе, бывает, правда, и наоборот, с иском о лишении родительских прав. Вот такое дело появляется в производстве какого-то конкретного суда. Суд принимает его к производству, назначает судебное заседание и направляет извещение участвующим в деле лицам, а также прокурору. Прокурор направляет скопию скового заявления и те документы, которые истом были приложены к исковому заявлению. Прокурор изучает исковое заявление, приходит в назначенное время в судебное заседание и вместе с остальными участниками присутствует в судебном заседании, имеет право задавать вопросы, заявлять ходатайство об истребовании, например, тех или иных доказательств, назначения экспертиз, ну, любое ходатайство, в необходимости которого в котором вдруг случится какая-то необходимость по ходу рассмотрения дела, внимательно слушает позиции всех участвующих в деле лиц, обращает внимание на то, какие документы представлены, что в них излагается, какая информация, и по окончании судебного следствия все это обобщает, анализирует, готовит свое заключение, в котором мотивированно излагает свою точку зрения о том, что следует это иск удовлетворить, или следует в этом иске отказать, и по каким причинам, и какими нормами закона тот или иной спор должен быть урегулирован, и сообщает об этом в судебном заседании суду. Суд не связан мнением прокурора, но учитывает его при принятии решения. Прокурор в судебном заседании публично озвучивает свою позицию, собственно, правила судебного разбирательства предполагают гласность aura. Не документно суд должен исследовать непосредственно, то есть это все должно быть изучено, проговорено, продемонстрировано в судебном заседании. И заключение прокурора не исключение, то есть прокурор в судебном заседании в прениях, прения начинаются с выступления прокурора с его заключением, излагает свою точку зрения о том, как он видит правоотношение сторон, и как он видит правильность рассмотрения конкретного дела, в котором он участвует. Заключение прокурора для суда не обязательно. То есть суд его учитывает при принятии решения, естественно, отразив мотивированной части решения, какое заключение высказал прокурор и соглашается с ним суд, либо не соглашается. В подавляющем большинстве случаев суд с позицией прокурора соглашается. Если прокурор высказал одну точку зрения, а судебное решение иное, то, как правило, мы рассматриваем вопрос об обжаловании этого судебного решения. То есть мы дожидаемся мотивированного судебного решения, изучаем его, по какой причине суд пришел к такому выводу, и определяемся, мы будем с ним спорить или не будем с ним спорить в вышестоящих судебных инстанциях. Город Иваново, улица Кудряшова, дом 59. Перед нашим домом проходит дорога. Трактор, когда чистит, на эту дорогу снег сыплет. Нам с дедом под 80 лет. Мы не можем сами этот холм расчистить. Холм чуть ли не до неба. Нам не перейти. Скорая приезжала, а проехать не смогла. Я проживаю в Курьяново. У нас перестали собирать мусор. Раньше ездили, и у каждого дома выставляли мешки. Их забирали. А сейчас сделали на 4-й Курьяновской контейнерную площадку. Мне теперь надо копить мусор, брать тележку и везти мешки на 4-ю Курьяновскую. А тариф у всех одинаковый. Бензин экономится у них. Помогите решить вопрос с дорогой Южно-Новоклязьминская. Может быть, с вашей помощью прокурор обратит внимание на халатное отношение к содержанию дорог. Дорога летом, яма на яме, а зимой один лед. Сколько просили исправить, идут одни отписки. В воскресенье была авария, машина ушла в Курьет и перевернулась. Прошу анонимно, а то заклюют. Мечтаю, чтобы вы опубликовали. Очень хочется обратиться ко всем участникам дорожного движения, особенно к дамам, которые, двигаясь по улице Парижской коммуны, ближе к перекрестке улицы Рафаковской, протискиваясь по левой полосе, сшибает все зеркала на чужих автомашинах. Будьте очень внимательны. Вы не только создаете дорожно-транспортные происшествия, но и портите чужое имущество. Вас снимает видеорегистратор. Город Иваново, улица Водонапорная, дом 19. У нас ситуация такая. Бывшая жена моего мужа через суд выселяет бабушку, свекровь, инвалида второй группы из собственной комнаты. Ей 91 год. Суд длится с 2008 года. Мы обращались недавно в инстанции, в прокуратуру и по правам ребенка. Никто и ничем не может нам помочь. Бывшая жена мужа Ирина человек неадекватный. Все может сделать. Дома пришлось установить видеокамеры. Но нам никто и помочь не может, кроме вас. Ультерреволюционный район Авдотино сделали дорогу, остановку, парковки. А где нет парковок, заезжает машина на газон. Почему нет камер? Сколько было бы дохода в Ивановский бюджет? В 23-м году уже 9-я Ивановская компания получила статус резидента фонда «Сколково». Федеральный технопарк оценил проект компании «Смарт Арболит» по изготовлению и монтажу домов из споризованного арболита. Цель нашей компании – создание нового строительного композитного материала с использованием органических заполнителей. Стартап экспертам фонда был представлен в феврале, а затем предприятие готовило необходимую заявку на статус резидента, которая успешно защитила по программе «Фасттрек». По данной процедуре стартапы получают допуст научную защиту проекта перед экспертами, а результаты рассмотрения получают за один день вместо стандартных 20. Резиденты фонда «Сколково» освобождены от налогов на прибыль, имущества организации и добавленную стоимость, а также могут получать микрогранты на развитие своих инновационных проектов. Полеты из Иваново в Минеральные воды с 2024 года становятся круглогодичными, но с середины января до конца марта меняется расписание. Авиасообщение переходит на зимний график. Теперь полеты из нашего города в Минводы будут осуществляться по средам в 0.55 и воскресеньем в час 25. Обратные рейсы из курортного города по вторникам в 20.30 и субботам в 21.00. Это расписание актуально до 28 марта. Летом будут внесены изменения. Рейсы в Минводы из аэропорта Иваново появились в августе. На 2024 год Росавиация поддержала заявку нашего региона и рейсы в Минеральные воды и Калининград вошли в перечень субсидированных за счет средств федерального бюджета направлений. Пожилую и излишне доверчивую жительницу Иванова телефонные мошенники напугали сообщением о том, что некие злоумышленники пытаются оформить на ее имя фиктивный кредит. Позвонили на телефон пенсионерке и заявили, процесс оформления уже идет и нужно принимать защитные меры. Кем он представился? Он представился как с управления, не сказал, какое управление, но у вас в Российской Хосбанке счет и 300 тысяч хотят оформить кредит. Кто-то даже сказал как же он назвал Орлов Орлов или Орлов вроде да фамилия даже сказал, что хочет оформить на меня кредит. Доверчивую гражданку мошенники заверили в том, что личный злоумышленник ими будет установлено. Далее убедили в том, что для поимки и разоблачения граждан промышляющих оформлением на людей эффективных кредитов помочь им должна именно она Ивановская пенсионерка. И нам нужно проверить, кто же это сделал. Расследовать. И вот мы расследуем. Вам нужно в Российской Хосбанк приехать, снять деньги, снять деньги, и мы посмотрим, как там будут себя вести. «А как же я буду снимать деньги? Ведь заказывают же, нормально заказывают, а потом скажут, когда надо приехать». то есть все. Вот. А мы профинансируем их. Профинансируем. Пенсионерка отправилась в банк и обналичила все свои сбережения. Несколько тысяч банковские работники выдали ей без лишних вопросов. раз от получения наличности мошенники контролировали по телефону и попытались убедить пожилую женщину в том, что все полученные деньги ей нужно отправить на резервный счет. «И это государственные деньги вы получили. Их надо положить и потом на свой счет и положить. Вроде я как поняла на свой же счет я положу. Оказывается, он диктовал мне в начале 16, потом что-то 15 и все говорил. А что там сейчас на экране? Вот такое-то, такое-то, я читаю, он говорит, нажмите там, нажмите там. Ага. А тут подошел молодой человек и так глядит на меня, что я нажимаю и там говорят». Пожилая и плохо понимающая происходящая женщина уже почти отправила деньги мошенникам, державшим все происходящее на телефонном контроле. Но план аферистов был сорван. Случайно и чрезвычайно сообразительный свидетель заметил, действием пожилого человека кто-то руководит. «Находился в одном из торговых центров нашего города, снимал деньги в банкомате, обратил внимание на стоящую рядом пожилую женщину. Стоял с планшетом и с кем-то активно по нему общался по громк связи. Собеседник на другом конце провода просил ее внести деньги на какой-то чужой расчетный счет. Я обратился к женщине, предложил свою помощь». Хорошо разбирающийся в жизненных реалиях мужчина вмешался в происходящее. Он сразу уловил суть истории, в которую пожилую женщину втянули мошенники. А то, что на связи с ней мошенники, он понял мгновенно. Также оперативно оповестил полицию. «Пока мы ждали, я пытался объяснить суть проблемы, то, что ее пытаются обмануть, пытаются украсть ее средства. Когда приехали сотрудники, они в этом мне помогли, и история закончилась счастливо будем сказать для всех участников. А женщина деньги не внесла, деньги остались при ней». «То есть получается она вам сразу не поверила?» «Да, да. К сожалению, мошенник сейчас так убедительный, что жертву не верят тем, кто хочет им действительно помочь». Пенсионерка к этому моменту уже полностью находилась под психологическим влиянием мошенников. Удающимся ее обобрать эфиристам она верила безраздельно. А вот неравнодушному гражданину, мешавшемуся в ситуацию и пытающемуся ей помочь верить, отказывалась. «Она от нее отказалась, сказала, что разговаривает с сыном, но я удивился, почему с сыном она разговаривает на вы. В итоге женщина моим просьбам не вняла, решила обратиться в полицию». В деле спасения пенсионерки от финансового краха неравнодушный гражданин проявил удивительное упорство. Мог бы махнуть рукой на плохо понимающую происходящее и отвергающую помощь старушку. «Озвал полицию, уведомил об этом женщину, уведомил об этом ее собеседника по громкой связи, после чего он попросил женщину уйти домой. Что она собственно и сделала. Пришлось ее немножечко догнать и попросить собственно дождаться полиции». Только прибывшие на место происшествия сотрудники полиции сумели окончательно убедить пенсионерку в том, что она чуть было не стала жертвой дистанционных телефонных аферистов. Своему спасителю старушка отказывалась верить до последнего. «Может быть, хотите пару слов сказать мужчине, который помог вам?» «Да уж, конечно. А я ему спасибо сказала. Когда я села в машину, я уже поняла. Я говорю, спасибо тебе. И он ушел. Это благодаря его только. Все-таки есть люди, которые видят, что я пожелаю женщине, и все, и там вот не сама тыкают то, что мне говорят. И вот он это самое, благодаря его. Мне как Бог послал. Это правда. Предновогоднее чудо. Добровольцы поисково-спасательного отряда Ивановской области «Лиза Алерт» подвели итоги осеннего поискового сезона. За три месяца поступило более двухсот заявок. Спасатели сделали десятки выездов. К сожалению, девять человек спасти не удалось. Например, в ноябре пропали девятнадцать человек живы и вернулись домой в восемнадцать. Один человек погиб. Сами сотрудники отряда считают, что еще достаточно недоработок в профилактике и проведении поисково-спасательных работ. Но проблема решается через специальную школу «Лиза Алерт» и специальных курсов для новичков отряда. Нам предстоит выполнить еще много работы, чтобы статистика перестала быть такой жестокой, отмечают ивановские поисковики. Слева от центрального рынка вдоль дороги находится пекарня с вывеской «Лаваш». Вечером, когда людей становится меньше, крыса вылезает. Самое интересное, что я неделю назад на сайте Роспотребнадзора оставил обращение с приложенным видео. И до сего времени ни ответа, ни привета. Так вот работают органы, призванные помогать и получающие зарплату. Не секрет, что крысы во все века были главными распространителями эпидемий. Да и просто есть хлеб с крысиными экскрементами наверное не та пища, которую бы люди, заплатившие деньги, хотели бы есть. Город Шуи. На улице 2-я Нагорная напротив частного дома в отсутствии хозяев, так как дом не жилой, была спилена огромная шикарная ель и в этот же день установлена на Комсомольской площади. Какая организация это сделала, я не знаю. Возможно, подрядчики администрации Шуи, может и комитета благоустройства. Но случай очень мерзкий. На городской территории пилить такие деревья ради минутной потехи. Конечно, кто-то на этом заработал, так как дерево халявное, а деньги бюджетные. Мелкие деньги 5 копеек, 10, 50 копеек. Но в магазине эти деньги не сдают. Например, в высшей лиге, в домашнем. На округление идет. Цена, например, 171 рубль 15 копеек, а с каждым 172 рубля. Я, например, могу себе позволить сдачу не брать. Но хотя бы извединились, что сдавать нечем. Я была в домашнем, на проспекте Текстильщиков. Сказала, почему вы без зазрения совести лезете в мой карман? Сумма была 100 рублей с чем-то и 43 копейки. Округлили до рубля. Сдачу, конечно, мне сдали, но даже не извинились. В обществе по защите прав потребителей сказали, приехать и написать заявление. Но я в возрасте. Как прийти по такой дороге? А это очень неприятно. Город Кохма, улица Ивановская, напротив дома номер 57. Началось строительство неизвестного объекта. Весь мусор сваливает к нам под окна на теплотрассу, сваливают деревья и сучки. Вышло ругаться, мне сказали. Так сказал заказчик. Город Кохма, улица Ивановская, дом 46. Управляющая компания БАСК. Два года зимой температура в квартирах не поднимается выше 15 градусов. Батареи холодные. Управляющая компания что-то делает, но результата мало. Спим одетые под двумя одеялами. Редактор субтитров А.Семкин